Автомобили ВАЗ. Ключ к дорогам России. Здравствуйте. Это ВПРОК. Не просто ВПРОК, а ВПРОК-компьютер. Покупатель серьёзной техники и вести себя должен серьёзно. В магазин следует отправляться, как на экзамен, заранее зная все ответы. Тема сегодняшнего урока – выбор конфигурации, или, попросту говоря, компьютерной начинки. Тем, кто не силён в информатике, мы продиктуем шпаргалку. Мозг и одновременно сердце – главный внутренний орган – это процессор. Он управляет всеми прочими компьютерными устройствами, а также компьютерной индустрией в целом. Каждое новое поколение процессоров – новая веха в истории электронного разума. Скорость, она же тактовая частота процессоров, измеряется в мегагерцах. Один мегагерц – это миллион операций за одну секунду. 15 лет назад процессор персонального компьютера думал со скоростью 4 мегагерца. 10 лет назад стандартом считалось уже 12 мегагерц. Потом началась форменная гонка за скоростями. Знаете, в последний год, наверное, они меняются очень быстро. То есть не проходило квартала, когда бы не был анонсирован новый процессор с новой частотой, или не было заявлено о новых разработках процессора. Скорость процессоров последнего поколения – 1 гигагерц, то есть миллиард операций в секунду. За прогрессом сложно поспеть. Да и надо ли тратить деньги на лишние мегагерцы? Ну, нет пока таких задач, особенно в быту. Когда можно было бы сломя голову броситься и купить процессор с тактовой частотой 1 гигагерц. Для того, чтобы писать мемуары, годится любой процессор, даже самый древний и медлительный. Тактовой частоты 333 мегагерца вполне достаточно, чтобы слушать музыку, смотреть кино и играть в самые сложные игры с трехмерной графикой. А если скорость процессора 450 мегагерц, компьютер обойдется достаточно дешево и, кроме того, в ближайшем будущем не потребует модернизации. Экономному покупателю надо иметь в виду, Pentium – это не тип и не поколение процессоров, а торговая марка фирмы Intel. Есть другие фирмы, другие процессоры. Мыслят они зачастую ничуть не хуже, а стоят значительно дешевле разрекламированных Pentium. Есть и другие способы экономии. Иногда в прайс-листе компьютерного салона два одноименных процессора с одинаковой частотой различаются ценой чуть ли не вдвое. Скорее всего, у дорогого устройства больше объем внутренней памяти. Но это не значит, что в домашнем компьютере такой процессор будет работать заметно лучше. Большая кэш-память, то есть внутренняя память процессора, необходима для выполнения сложных математических задач. Например, для математического моделирования объемных объектов, для выполнения домашних обычных бытовых задач, даже для тех же игрушек, даже для сложных современных игрушек, требующих обработки большого количества графической информации. Большая внутренняя кэш-память процессора не нужна. Даже самый смышленый процессор в одиночку не способен сделать машину разумной. Чтобы думать, аппарату нужна память. Оперативная и постоянная. Оперативная память короткая, одноразовая. Как у нерадивого шкалера. Прочитал книжку, сдал экзамен и все забыл. Так и у компьютера. Пока играет, помнит правила. Игра закончена, все забыто. Чем больше оперативная память, тем быстрее машина переваривает информацию и тем быстрее может пустить ее в дело. Для того, чтобы справиться с любыми нынешними программами, вполне достаточно памяти в 32 мегабайта. Можно этим и ограничиться. Но в ближайшие месяцы из-за появления новых программ требования повысятся. Так что можно смело заказывать оперативную память в 64 мегабайта. Доплачивать придется не так уж много. Постоянная память называется винчестер или жесткий диск. Там хранятся знания длительного пользования. Все компьютерные программы, без которых аппарат не может работать. Книги, статьи, рефераты, семейные фотографии, любимые игры. Емкость винчестера измеряется в гигабайтах. Иной салон предлагает жесткие диски объемом в 2-4 гигабайта. Но они безнадежно устарели. Нынешний стандарт 6 гигабайт. Попробую объяснить, что такое невинно звучащее выражение 6 гигабайт. Это примерно 3 миллиона книжных страниц. То есть библиотека из 10 тысяч томов. На ближайшее время хватит. Покупать более вместительный винчестер не обязательно. Все свои мысли и чувства компьютер посылает на монитор через видеокарту. Именно та, которая отвечает за картинку на вашем экране. Если бы не было такой комплектующей, которая называется видеокарта, на вашем экране была бы сплошная чернота. Потому что сам по себе компьютер с экраном, с монитором общаться не умеет. Важнейшая и для монитора, и для видеокарты характеристика – геометрическое разрешение. То есть количество точек, которые видны на экране. Чем точек больше, тем изображение четче. 800 точек по горизонтали и 600 по вертикали – на сегодняшний день уже маловато. 1024 на 768 – вот норма для домашнего компьютера. Большая четкость картинки нужна скорее не тем, кто играет в компьютерные игры, а тем, кто эти игры разрабатывает. Вторая характеристика видеокарты – цветовое разрешение. Чем оно выше, тем картинка красочнее. 256 цветов годится для офисного компьютера. Дома нужна видеокарта, которая поддерживает 64 тысячи цветов и оттенков. Этот режим называется High Color. Для эстетов режим True Color – 16 миллионов 700 тысяч цветов. Но это уже не обязательно. Третья характеристика видеокарты – частота развертки. То есть скорость смены кадров, которую она может сообщить монитору. Чтобы экран не утомлял глаза, нужна довольно большая частота развертки. 85 Гц – хорошо, 100 Гц – просто замечательно. Все эти три характеристики тесно связаны друг с другом. Важно соблюсти гармонию. Видеокарта современного домашнего компьютера должна поддерживать геометрическое разрешение 1024 на 768 точек. При цветовом разрешении – High Color. И частоте развертки 85 Гц. Если хозяин намерен усиленно играть и отдает предпочтение динамичным погоням и перестрелкам в трехмерном пространстве, обязательно нужен ускоритель трехмерной графики – 3D-акселератор. Если ускорителя нет, компьютер может не прочесть какую-нибудь сложную игрушку. А если и прочтет, то объемные картинки станут плоскими, и персонажи будут двигаться рывками, как марионетки. За связь компьютера с аудиоколонками отвечает звуковая карта. Для того, чтобы слушать музыку в режиме стерео, годится любая из тех карт, что продаются в приличном салоне. Но если покупатель планирует сделать из компьютера домашний кинотеатр или музыкальный центр с объемным звуком, ему понадобится особая звуковая карта. У нее, помимо обычных гнезд для подключения микрофона и пары колонок, есть дополнительные гнезда для еще одной пары колонок. А в паспорте указано – поддерживает объемный звук 3D-саунд. Повторим урок. Тактовая частота процессора – 450 МГц. Оперативная память – 64 МБ. Компьютер с такими характеристиками в ближайшее время не потребует модернизации. Но компьютер сам по себе, то есть системный блок, останется грудой железа без так называемых внешних устройств. О них мы расскажем завтра в это же время. До встречи в компьютере!